Добрый день, дамы и господа. Чем дальше, тем интереснее, причем не подумайте, что в хорошем смысле. Итак, народные избранники уже вернулись в Палату общин. Сегодня все оппозиционные партии, за исключением поддерживающих консерваторов ольстерских юнионистов, намерены сделать незаконным выход из ЕС без договора. И учитывая, что как минимум два десятка торий к ним присоединятся, это у них получится. Что же происходит дальше, сказать чрезвычайно сложно. На самом деле Борис Джонсон уже заявил, что абсолютно при любых обстоятельствах он ни в коем случае на поводу у парламента не пойдет. Поэтому в последнее время ситуация стала развиваться совсем интересно. Потому что если все пойдет так, как планировалось, и действительно Палата общин проголосует за то, чтобы сделать выход без договора незаконным, то Борис Джонсон решил, что у него есть последняя карта, которую он может поставить на кон и теоретически выиграть. Он сказал, что поскольку торламент тормозит любые инициативы, он собирается созвать всеобщие выборы, которых не хочет ни он, ни кто другой в стране, но тем не менее для того, чтобы в парламенте ситуация изменилась. И созовет он их на 14 октября. И вот тут, господа, есть одна небольшая закавыка. Дело в том, что созвать выборы внеочередные премьер-министр может только в том случае, если его поддержат две трети членов Палаты общин. И до вчерашнего дня создавалось впечатление, что все у них прекрасно получится, потому что лейбористы во главе с Джереми Корвином уже давно говорили, что хотят всеобщих выборов для того, чтобы наконец-то повести Британию вперед правильным путем. Но сегодня ситуация несколько изменилась. Вдруг лейбористы стали говорить, что нет, они не дадут Джонсону возможности создать неочередные выборы и одновременно законодательно запретят выход из ЕС без договора. Следовательно, премьер окажется на Даунинг-Стрит-10 как в осажденной крепости, из которой ему не будет ни входа, ни выхода. Можно ли считать, что все в Соединенном Королевстве оказались в политически крайне подвешенном состоянии? Да, господа, это абсолютно так. Более того, как я уже говорил, никто не может сказать, что будет дальше, потому что хотя бы сейчас лейбористы говорят о том, что да, они всеобщих выборов не поддержат, а причину они называют довольно странную. Они говорят, что они просто не верят Борису Джонсону, что он сдержит свое слово и выборы действительно пройдут 14 октября. Они опасаются, что Джонсон под любым предлогом и сделает так, что выборы будут проходить уже после 31 октября, после того, как фактически Британия выйдет из Евросоюза без договора. Опять же, можно ли сказать, что абсолютно ситуация патовая, никто никуда сдвинуться не может и мы застряли в этом подвешенном состоянии? Нет, потому что есть еще два выхода. Вариант первый. Лейбористы могут сказать Джонсону, подпиши закон, согласно которому выхода без договора не будет и мы поддержим всеобщие выборы. Джонсон на это не пойдет, потому что всю свою предвыборную кампанию на лидера консервативной партии он как раз и провел под тем лозунгом, что отсутствие договора лучше, чем договор плохой. Но есть еще один вариант. Поскольку лейбористы уже заявили, что главный камень преткновения это отсутствие у них доверия к премьеру, теоретически они могут попросить его или сказать ему, что если он законодательно и обязательно скажет, что да, 14 октября выборы пройдут, и скажут, что он это таким образом и подтвердит при таком количестве свидетелей и в таком количестве документов, что будет совершенно ясно, что пойти на попятный он не сможет, так далее лейбористы могут с этим согласиться. Ну, быстрых результатов никаких вы пока что не ожидаете, потому что они только что начали обсуждение в палате общин этого вопроса. Причем здесь есть еще один любопытный момент. Подозреваю, что в ближайшее время вы довольно часто будете слышать о так называемой парламентской процедуре номер 24. Это очень хитрая вещь, согласно которой оппозиционная партия или, допустим, задние скамеечники, не члены кабинета, могут попросить у спикера разрешения поменять повестку дня, потому что они считают, что в стране очень большой кризис. Ну, в нынешней ситуации, когда спикер Джон Беркоу категорически против Брексита без договора, он, разумеется, им такое разрешение уже дал. Ожидается, что какое-то голосование пройдет где-то в 9-10 вечера, так что о результатах расскажем завтра, предсказуемостей никакой. Это все на сегодня. Не забывайте о нашем сайте bc-russian.com, где мы также публикуем ежедневную сводку теленовостей. До свидания.